Итак, поговорили с Романом Голубевым, и наш следующий гость, точнее гостья, я думаю, надеюсь, по крайней мере, она появится через несколько минут или через несколько секунд у нас здесь в нашем чате. Это Ирина Дюпор, основатель и директор компании «Имма Концепт» французской. Вот я уже вижу, она в число докладчиков попала, и, соответственно, думаю, сейчас она подключится к нам. В двух словах пока несколько новостей, пока Ирина не подключилась, если я успею, из тех новостей, которые в последнее время приходят, ну, из далекого рынка, если мы говорим о рынке австралийском, например, в Сиднее и Мельбурне два прогноза, от 10 до 30% могут обрушиться цены. Это Бюро данных SQM Research представило свой прогноз на развитие рынка. Ирине, к Ирине сейчас обращусь. Ирина, там у вас внизу должны быть две кнопочки. Кнопочка микрофона и кнопочка камеры. Надеюсь, что в ближайшие несколько секунд удастся подключиться. О, очень здорово. Только где же сама Ирина? Камера-то подключилась. У нас уже были такие забавные истории. У Ирины компьютер с двумя камерами, и Ирина, наверное, находится с другой стороны этой камеры. В общем, сейчас посмотрим, как это правильно сделать. Сейчас камера будет настроена. Ну, а я пока продолжу разговор про Австралию. Итак, по Австралии должны будут еще в ближайшее время увеличиться рост вакантных площадей арендных с 2% до 3%. И эта история, соответственно, тоже для австралийского рынка, она весьма и весьма значительная. Так, сейчас камеру каким-то образом попробуем включить обратно. Дальше прошла новость, ее нужно очень там правильно трактовать. Несколько дней назад прошла новость о том, что Болгария открывает свой первый курорт после карантина. Речь шла о горнолыжном курорте Банска. Информация, с одной стороны, весьма и весьма позитивная, но при этом важно понимать, что за такой громкой новостью следует, на самом деле, всего лишь тот факт, что в Болгарии начинает работу, в Болгарии начинает работу, ну, там транспорт между этими с курортами. То есть одно время курорт просто был закрыт, туда нельзя было попасть. Сейчас попасть туда уже можно чисто физически, но сами курортные здания работу не начали. И, естественно, наверное, в этом сезоне они уже не начнут, поскольку Банска знает курорт горнолыжный. А вот Ирину я увидел. Уровна, наконец-то, да. Привет. Привет. Привет всем. Ирина Депорт, руководитель компании, основатель компании «Има-Концепт». Небольшое эхо, но я думаю, ничего страшного. Это эхо только, когда я говорю. Ты меня слышишь хорошо, и мы тебя слышим. Я прекрасно слышу, да. А меня нормально слышно? Тебя слышно нормально. Ир, ну, давай рассказывай, где ты находишься, что у вас там с карантином, что вообще происходит? Ну, я вообще, мне, честно говоря, повезло. Ну, как повезло, это, опять же, сознательный выбор в свое время был сделан. Я нахожусь у себя на даче на Атлантическом побережье в 40 метрах от Атлантического океана в городе Аркашон. Это французская столица Устриц. И здорового образа жизни. У нас город у нас уникальный. Здесь велосипедная дорожка по ширине соперничает с автомобильной, вообще с автомобильной трассой. Вот. Поэтому у нас здесь живут дома. Ты туда поехала вынужденно и просто сбегала из Парижа, из карантина или не из Парижа, откуда? Из Парижа, да. Живу я вообще в Париже, ну, в ближнем пригороде, к нам ходит метро. Это формально вообще другой департамент, но фактически к нам ходит городское метро. Вот. И мы, в общем-то, рассудили так, что если все равно сидеть дома, то, ну, как писал Бродский, если выпало в империи и родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот. Мы просто убежали. Ну, как убежали? Мы, в смысле, во-первых, мы решили разгрузить население. То, что в Париже очень, да, очень плотное население. Естественно, там риска больше. И для нас получить вирус, и нам кого-то заразить, если да, к сожалению, если что, если вдруг такое получится. Но, соответственно, исходя из того, что ты переехала и, в общем, никаких проблем нет, означает, что движение во Франции, по Франции относительно свободно. Что можно делать, чего нельзя? Какие ситуации? Ну, во-первых, ситуация меняется каждый день. Вот, например, со вчерашнего дня в Париже запретили бегать, ну, заниматься спортом на улице с 10 до 7 вечера, с 10 утра до 7 вечера. Это, в общем-то, не суперразумное решение. Я думаю, оно сделано больше по психологическим и политическим мотивам, чем по медицинским, потому что, ну, у нас, в общем, получается такая идиотская ситуация, что часть людей работают, ну, это медики, в основном на них, конечно, приходится сумасшедшая нагрузка, а многие сидят дома, ну, и, в общем, неплохо себя чувствуют и получают зарплату при этом. Потому что я хочу сказать, самое главное, то, что не знают, может быть, в России, что первое, что сказал наш президент, объявляя карантин, что государство будет платить. Я сегодня... Да, именно, да? Именно государство будет всех поддерживать. Более того, государство первым делом, сказал, будет поддерживать мелкий бизнес. Мелкий бизнес, чтобы все понимали, это 75% наших французских рабочих мест. Вот. И у нас сегодня, я с утра была на вебинаре, который был организован, ну, как торговая палата, ну, в общем, неком там государственной структуре в нашем 92-м департаменте, и они объясняли, какие есть помощи на государственном, на региональном уровне, как ими воспользоваться, как адаптировано законодательство, в общем, сейчас все мы все объясняли. В частности, сказали такую интересную цифру, что уже за апрель выплачено 14 миллиардов евро только людям, ну, вот компенсации, это только прямые. А вообще уже было потрачено 27 миллиардов, это на предприятия, то как бы на людей. Вот. У нас в связи с этим образовалось дикое количество безработных. У нас есть такая мера, как временная безработица, которая покрывается государством с сохранением 84-х процентов зарплаты. Ну, то есть, что у нас происходит? Половина, грубо говоря, Франции сидит, пьет, курит бамбук, там занимается всякой фигней, ну, там. И, ну, даже не то, что половина, а процентов 10, может быть, работают. И им, конечно, тяжело, потому что они вроде им платят, и они работают, а всем остальным платят, и они не работают. Я думаю, чтобы они не обижались, нам сказали, не надо ходить там, ну, им в Париже нельзя бегать. Нам здесь в Ракашу не запретили гулять по набережной и подходить, и выходить на пляжи, подходить к морю, хотя, вообще, море – это, в общем, самая здоровая субстанция. Я напомню, вся наша жизнь, как бы, из моря вообще вот на этой планете вышла. Это же даже не в рот. Да. Ну, вот. Скажи, пожалуйста, как ведется работа именно на рынке недвижимости, что он с тобой сейчас представляет, как вы ведете, и что в целом, что говорят, как он действует? Ну, на рынке недвижимости сначала, как бы, все застопорилось, естественно, вот, потому что все встали, и, в общем-то, недвижимость не является, как в списке стратегических продуктов. Вот, то есть, у нас разрешено работать там только продуктовым магазином, и, в общем, всем предметом первой необходимости, в том числе, кстати, и запчасти на автомобильные. Транспорт у нас, по поводу транспорта, ты, кстати, спрашивал, вот, у нас нет свободного передвижения, мы приехали 20 марта последним поездом, сообщение практически и авиационная, и железнодорожная прекратилось, многие вокзалы закрыли. У нас в субботу, в прошлую, было начало в парижской зоне, официальное начало школьных каникул, так вот, все, огромное количество полицейских было направлено на то, чтобы блокировать дороги, люди пытались выехать, их заворачивали. Для того, чтобы выйти, у нас есть специальная бумажка, которую ты, ну, как бы, форма государственная, ты ее распечатываешь, ты должен сам заполнить, там есть 4 причины, которые тебе позволяют выйти. Это прогулка с домашним животным, это закупки всего необходимого и, как это называется, ну, как бы для здоровья, прогулка для здоровья, ограниченных, да, ее ограничили одним километром и одним часом. Вот, поэтому ты теперь не только дату должен ставить, а еще и время, когда ты выходишь. Ну, смотри, ты сказала, рынок недвижимости, ну, то есть, вот он, ну, сначала он встал, а сейчас... Да, по поводу рынка недвижимости, ну, как бы, у людей большие проблемы, значит, у нас у рынка недвижимости есть, как бы, два, ну, под рынка, две категории, это рынок вторичной недвижимости и рынок первичной недвижимости. Рынок вторичной недвижимости, это более тяжелая, конечно, ситуация, потому что у них, ну, как бы, нужно соединять всех, там, продавца, покупателя, никому нельзя выходить, они могут все находиться в разных местах, там, в разных городах, вот. Плюс ко всему, еще существует же нотариус, который является обязательной стороной любой сделки, вот, нотариусы радостно, значит, сначала все скальнили, ничего, потому что у нас же куча сделок подвисла, вот. Нотариусы сначала говорят, ой, ничего, ничего не надо делать, мы ничего не знаем и знать не хотим, потом они проголодались, потому что ничего не происходит, и поняли, что, а сотрудникам надо платить в каждом кабинете, и поняли, что надо что-то делать. И в субботу, представьте себе, в субботу вышел указ, который разрешает нотариусам проводить акты по видеоконференции. Очень интересно. Да, но прямого запрета на профессию нотариусам не дали, поэтому мы на прошлой неделе, когда по всей стране, по телевизору сказала, ни одной сделки не было за всю страну, мы все-таки умудрились провести одну сделку по доверенности, что у нас доверенности от продавца и от покупателя лежали в кабинете, и нотариус пришла и быстренько провела акции, слава богу, потому что все-таки жизнь продолжается. В общем-то, я думаю, что все это скоро окончится, и надеюсь, конечно, что иначе как живут. Скажи, ну, провести реально ничего невозможно, а есть ли какие-то, ну, движения? Возможно, возможно, вот, так что я хочу сказать, что первичный рынок оказался в более интересной позиции, потому что для сделок по первичному рынку, ну, во-первых, у людей есть время сейчас, и можно, ну, визит, как ты сделаешь визит, ты можешь только место посмотреть, но место можно посмотреть и по Google Maps, вот, планы получить и так, то есть все остальное. В общем-то, нам не мешают, в сфере первичной недвижимости это не так смертельно, в общем-то. И сейчас у нас две сделки, в общем, которые мы уже подводим. Некоторые нотариусы уже, в общем-то, с субботой, ну, то есть за 4 дня там рабочих, они, 3,5, они умудрились поставить себе систему. Эта система, там, безопасность, она должна быть сертифицирована определенным образом, это не то, что там простой зум. Но мы уже экипировались, и вот я жду на следующей неделе, думаю, что у нас будет две сделки, пальцы держу. Вот, и, в общем-то, можно уже что-то делать, да, поэтому это не так смертельно. А как работают застройщики, и вообще, ну, ситуация, рынок встал, можно ожидать там какого-то снижения, что они как-то пытаются активизироваться, или, в общем, как было, так работаем и сейчас, но просто с активностью, поделенной на 10. И то, и то, на самом деле. Тут ситуация такая, например, просто я тебе сейчас объясню, откуда я беру свою информацию. Я беру не из средств массовой информации, я беру из своих личных знакомых, из личных отношений. То есть это абсолютно проверенная информация с лицом. Например, у моего сына есть друг, который занимается закупками для одного из крупнейших застройщиков французских. Он сказал, у нас все висит, мы ничего не делаем, у нас стоп-машина. Хотя, хотя государство разрешило, это первая профессия, она разрешила строительному сектору работать. Но у работников есть такое понятие, как право на отход, это называется, вот так вот. То есть они имеют право не работать, если им кажется, что это опасно. А поэтому все среднерабочие, они в крупных компаниях, ну, солдат спинслужбы идет, они вдруг рассудили, что им и так, и так платят, и чего они будут работать. Они могут лучше выпивать там у себя дома на балконе. И, собственно, поэтому у нас, к сожалению, стройки остановились. Хотя запрета на это нет, и работодатель не имеет права их заставить. Поэтому, что со стройками происходит? Сейчас ситуация такая, в общем-то, стройки – это процесс непрерывный достаточно, да, то есть получил разрешение, начал строить, там все. То есть цикл стройки – это примерно 5 лет. Из них 2 года – это то, что мы видим. То есть, грубо говоря, 3 года – это бумажная волокита, а потом они начинают продавать, и физически вот появляется там что-то на площадке, и вот это уже занимает, у нас быстро, физически строится все быстро. Теперь этот процесс замедлен, то есть уже разрыв идет в этой непрерывности. Разрыв будет минимум на 6 месяцев, потому что пока то, пока сего, пока мы выйдем, ну, я так думаю, примерно, закладываем 6 месяцев. Но не надо думать, что цены будут падать. Скорее наоборот, вот я только что вчера как раз перед семинаром специально опубликовала статью своих мыслей на эту тему. Вот, опять же, с кем я разговариваю? Я разговариваю с застройщиками, я разговариваю с банками, например. Значит, почему? Сейчас я объясню. Не надо мне верить, потому что у меня красивые глаза, просто нужно рассудить логически и смотреть на факты. Например, я разговариваю с застройщиками, у нас некоторые были там резервации. Во-первых, у нас государство отодвинуло все резервационные контракты до конца июня, то есть у людей есть время не отказываться, а подождать конца, либо там выйти, либо не платить сделки. А во-вторых, мне застройщик, я позвонила застройщикам, сказать, какая ваша позиция, вот у нас сейчас там застрялись сделки. Он говорит, ну, знаете, нам пофигу, хотите, берите, не хотите, не берите. У нас сейчас банк государственный заказал 1500 лотов. Значит, меня это немножко с одной стороны обрадовало, с другой стороны огорчило. Объясняю, почему. Сейчас банки, в том числе государственный банк, если они сейчас бросились скупать непрофильные активы в виде недвижимости, это значит однозначно то, что они готовятся к инфляции. Если они готовятся к инфляции, то любой инвестор должен тут же думать, как ему выйти из денежных ресурсов и в какие-то более, там, я не знаю, золото, там, акции смысла нет никакого, потому что сейчас с промышленностью будет просто полный швах. Ну, то есть я не знаю, это не моя специальность, но, по крайней мере, скажем, в пределах, там, моих финансовых ресурсов, скажем, первое, что я когда увидела это дело, я думаю, так, надо срочно что-то купить, потому что иначе эти деньги будут, ну, как-то облетать, как дерево, у которого листья облетают. Потому что инфляция – это всегда плохо для денег в виде денег. Вот. Собственно, банки уже поняли, они уже заказали заранее кучу объектов. Причем, если ты заказываешь 1500, значит, ты особо не выбираешь, потому что, а мне застройщик, говорят, настолько нету, столько даже вообще. То есть что сейчас произойдет? Если банки начнут выкупать, то будет вот это вот давление создаваться, да, и будет уменьшаться предложение, увеличиваться спрос, и, соответственно, расти цена. То есть не надо думать, что будет меньше, наоборот, будет больше, потому что те люди, у кого нет денег, мы о них вообще не говорим, мне их жалко, но, как бы, кроме как сочувствия, ничего сделать не могу. Вот. А те, у кого есть деньги, они будут быстренько искать, куда бы их вложить, потому что еще, я думаю, что готовится инфляция. Почему? Потому что сейчас, поскольку наше государство ангажировалось всем помогать, а у государства кроме долгов ничего нет, они сейчас будут активно занимать на рынке кредитов. С государством конкурировать будут сейчас частные заемщики, у государства традиционно высокий рейтинг, поэтому и ставки повысятся, в общем-то. Сейчас все уйдет вверх, уже не знаю, как государство будет это регулировать, я думаю, что кредитные ставки будут все-таки как-то ограничены сверху, потому что у нас есть во Франции такой механизм ограничения, называется расставщическая ставка. Вот у нас есть некий максимум, больше которого нельзя, и он очень достаточно низкий, поэтому не так страшно там бояться, что сильно кредитные ставки поползут вверх. Я напомню, что наши ставки до карантина это там 0,8, там 1%, да, ну хорошо, ну будет 2, это не смертельно, я не думаю, что это остановит покупателей. Вот, кстати, интересно, я тоже посмотрел, буквально несколько дней назад в Le Figaro был опубликован материал, тут неоднозначно говорят про цены на жилье, то есть тут мнение было такое, что вот будет больший разрыв между Парижем и регионами, ну понятно, что Париж это такая Франция во Франции, то есть особое место, да, и что вот как раз престижная и востребованная в любой момент недвижимость Парижа, она как раз не станет менее востребованной и будет расти, а вот в регионах очень-очень возможно по-разному. Ну, с другой стороны, для иностранных покупателей, по крайней мере для русскоязычных, ну Париж, Лазурный берег, еще рампара, тройка мест и все, там в лимузее не мало кто что-то покупает, наверное, из иностранцев. Ну вот на самом деле нет, у нас как бы есть, как бы мы в основном, интересы наших клиентов в виде креста немножко расположены по Франции, это Париж, это Женевское озеро на востоке, это там, где я нахожусь, вот регион Бордо на западе и, естественно, Лазурный берег, вот такой мы креста, но это не мешает людям покупать в таких, в общем, достаточно дальних местах, более того, я хочу сказать, я тоже вот это об этом вчера написала, как будет перераспределяться спрос по географии, это тоже интересно, я не думаю, что будет прям такой разрыв страшный, потому что всегда найдутся люди, которые должны жить в Париже, всегда найдутся люди, которые там хотят жить в другом месте, но что у нас будет, нужно учитывать демографию и нужно учитывать, ну вот, эффекты именно вот того, чтобы осознание того, что произошло. С точки зрения, прямые последствия демографии будут следующие, ну, все там смеются, говорят, будет там большое количество рождений, окей, но при этом будет большое количество разводов. Тоже среди моих знакомых есть полицейских, полицейский, он сказал, что резко возросло количество жалоб на домашнее насилие, кончится, и адвокат по гражданским делам тоже сказал, что уже во время карантина люди пишут мейлы, типа, а как развестись, а как-то уже начинают… Популярный запрос. Очень популярный запрос, поэтому и следствие рождения, и следствие разводов людям просто реально увеличится спрос, и вот увеличится за счет вот этих двух параметров. Увеличится спрос плюс ко всему, значит, от осознания того, что произошло, увеличится спрос на что, как он поменяется. Вот у нас люди стали, как бы, ну, такой получили все импульс, кто может работать дистанционно, те работают дистанционно. То есть получилось, ну, многие получили хорошую техническую возможность работать дистанционно. Эти люди, если они живут в каком-нибудь дальнем пригороде Парижа, и ездят там час в город, и вообще, и живут в небольшой квартире, они будут думать, я за эти деньги лучше продам эту квартиру и куплю, ну, за такие же деньги, отъеду чуть-чуть там километром на 100, на 150 от Парижа, и поселюсь там, вот я как раз вчера написала этот прогноз, вот, города Тур, Орлеан, Шартер, Евро, это города, с которыми прекрасное сообщение железнодорожное, то есть за тот же час, вместо пробок, ты прекрасно, комфортабельно доезжаешь поездом, и ничего страшного, то есть эти люди будут менять, люди просто поймут, что качество жилья, оно важно. Почему оно важно? Потому что, во-первых, можно и работать дома, вот, плюс к этому возникнет необходимость иметь отдельную комнату, потому что люди получили возможность некоторые технически, да, но у них там дети на голове, они понимают, что им нужна все-таки отдельная комната, которую нужно оборудовать, чтобы было комфортабельно работать. Это не супер будет накладно, учитывая то, что государство позволяет разные налоговые вычеты в связи с этим, то есть ты можешь, грубо говоря, там, если ты платишь аренду, у тебя три комнаты, одну комнату ты используешь для работы, то ты треть этой аренды вычитаешь из своих прямых налогов, это тоже не так плохо, поэтому, во-первых, возникнет необходимость жилье больше, более комфортно, и люди, которые, например, последние 10 лет, я сейчас хочу сказать про тенденцию, которая просто резко поменяла вектор, это последние 10 лет, например, люди избавлялись от дачи, у многих были дачи, там, какой-нибудь глуши, и, ну, скажем, известно, что точка ноль – это два месяца, то есть если вы используете вашу дачу меньше двух месяцев в году, это значит, что она вам стоит больше, чем приносит, поэтому многие люди стали оптимизировать как-то свои финансы, вот, и там, или вкладываться в другое, или продавать дачу, или покупать в том месте, где ее можно сдавать, и тут вдруг выяснилось, что дача в глуши – это счастье, я хочу напомнить, что 17% парижан просто уехали, уехали те, у кого была такая возможность, у меня есть подруга, например, в ее доме из 32 семей осталось две семьи, вот, те, кто уехали, например, там, из моих друзей, у кого есть дача, у кого в Нормандии, у кого там еще где-то, в разных, там, в Бургунде, в Провансе, они все счастливы, все, посмотри, кто что в Фейсбуке постит, да, цветочки, море, там, свежий воздух, и, в общем-то, конечно, нас это всех напрягает ситуация, но в условиях, там, того, как напрягает, как бы ты на природе, естественно, напрягаешься меньше, у тебя все-таки какие-то натуральные бонусы, и мне кажется, что возникнет, в общем-то, хорошее окно возможностей, вот, покупать какие-то, вот, были регионы, скажем, в некоторых нормандских деревнях, ты проезжаешь, каждый третий дом продается, продается, это было очень грустно, а теперь, я думаю, люди призадумались, и, ну, такой вот, как в американских фильмах, в порядочном буржуазном доме должен быть такой бункер, комната страха, да, ну, теперь у всех будет некая, там, эквивалент комнаты страха, будет какой-нибудь глуши, вот, и я думаю, сейчас хорошая возможность для тех, кто призадумался об этом, в общем, у нас есть очень такие, были раньше депрессивные регионы, как депрессивные, относительно депрессивные, у нас были такие бедные нормандские деревушки, у нас в центральном массиве, в районе Клермон-Феррана были практически заброшенные города, с термальными источниками, там красота необыкновенная, вот, мне кажется, имеет смысл сейчас на это посмотреть, пока, как бы, народ соображает, ну, и еще, я думаю, по перераспределению раньше все-таки большая масса, ну, вот, у нас практически четверть населения живет около Парижа, да, вот, в парижском регионе, люди сейчас, получив возможность дистанционно работать, вдруг призадумались о качестве жизни, плюс у нас очень хорошая транспортная инфраструктура, поэтому города такие, как Бордо, Монпелье, например, та Женица, Рен-Нант, где ты там за два часа, Бордо, Париж, два часа поезда, я из Аркашона меньше, чем за три доезжаю, вот, они будут массово переезжать, вот, те, кто получил возможность техническую работать дистанционно, с другой стороны, например, если там нужно на, там, раз в неделю, или, там, какой-то, там, поехать на международную выставку, или поехать еще куда-то, ну, так, надо просто привязываться в пределах, я думаю, часа-полутора до аэропорта любого, а у нас во Франции прекрасный региональный международный аэропорт, у нас прекрасный аэропорт в Бордо, у нас прекрасный аэропорт в Анси, в Нанте, в Рене, вот, и, да. Ир, скажи еще такой момент, а как происходит все на рынке аренды? Государство берет все расходы на себя, точнее? Нет, на рынке аренды ситуация очень тяжелая, потому что государство сказало, что оно будет гарантировать маленькие предприятия, которым пока нечем платить аренду, это, вот, это сказали, люди ошибочно поняли, ну, некоторые просто слышат то, что они хотят слышать больше, чем то, что говорят, некоторые люди решили, что это и частная аренда, нет, частная аренда это не касается, это личное дело, вот, между арендодателем и арендатором, понятно, что, как бы, из человеколюбия имеет смысл, там, как-то человеку это дело отсрочить, но, с другой стороны, у многих арендодателей, не надо забывать, кредиты висят, вот, и кредиты никто не отменял, опять же, по кредитам, банкам было дано указание государства, что кредиты для предприятий, предоставлять с госгарантией, ну, беспроцентно, это просто, в общем, это нужно выживать предприятиям, потому что люди, это, ну, предприятия, там же за ними люди стоят, вот, то, что касается аренды, это тяжелый вопрос, это каждый решает так, как может, в личном порядке, ну, вот, не знаю, если это... На твой взгляд, к чему это, вот это к чему может привести, и, ну, Франция тоже же, все-таки, рынок считается относительно надежный и, ну, так, стабильный, и, соответственно, а сейчас вдруг выясняется, что не возникнет ли здесь некий кризис неплатежей, который может повлиять, ну, и на имидж, и на арендные перспективы? Он возникнет, но он возникнет для всех абсолютно равномерно, я не могу ничего сказать, во-первых, это столько у нас первый месяц еще не кончился, вот, но однозначно возникнет, но вот я на самом деле немножко шокирована новостями из России, тем, что вот люди, многие, оказывается, там не могут дожить до конца месяца, но мне это, например, очень странно, потому что мне казалось, что каждый разумный человек должен что-то откладывать, скажем, я провела Блиц-опрос пару дней назад среди своих клиентов, и нет ни одного человека среди них и среди их друзей и ближнего круга знакомых, у кого бы не было хотя бы шестимесячной подушки. Ну, шесть месяцев это совсем не российская история, все-таки, ну, доходы принципиально разные. Ну, в России, да, в России, ну, то есть среди моей клиентуры, слава богу, это все-таки нормальные, разумные люди. Люди, покупающие во Франции, не на последнее покупают. Да, ну, наверное, да, просто у меня какой-то выборка нерепрезентативная, но, по крайней мере, я за них спокойно. Вот. Во Франции, ну, разная бывает ситуация, у кого как, в общем-то, поэтому... Ну, с арендой, не знаю, каждый решает так, как может. По-прежнему, то есть тут государство... Вот, значит, еще разочек, давай просто тогда уже подытаживать, значит, у нас что получается, что... Извини, пожалуйста, по поводу аренды, государство еще отодвинуло сроки выселения. То есть, если раньше с 15 марта у нас можно было выселять неплательщиков, то теперь их эти сроки отодвинули до конца мая. Ну, вот, как бы, это единственное, что государство... Ну, тогда давай все-таки так в двух словах так подытожим. Значит, что у нас получается? Государство, те деньги, которые оно вкладывает, оно людям дает. Соответственно, инфляционные ожидания, по твоим ощущениям, все-таки весьма велики, и эти инфляционные ожидания в значительной степени будут влиять на рынок недвижимости Франции в целом. И третья тенденция, о которой ты сказала, возможно, перераспределение покупок и сделок внутри Франции, поскольку текущая ситуация позволяет людям взглянуть на страну, в которой они живут, несколько другими глазами. Да, да. Слушай, у меня тут еще и тут вопрос есть по поводу там сезонной аренды. Да, 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 давай, хорошо, конечно. Да, ну что, сезонная аренда ситуация такая. Во-первых, сезон, ну вот только-только он должен начаться. У нас сезон от Пасхи до Дня всех святых, поэтому вот Пасха у нас 15, 12 апреля у нас, в общем, 11-12, да. Поэтому, ну вот сейчас начнется. У нас вот по моему региону, который считается ультракурортным, например, мэрия всех деревень выпустила постановление, они запрещают сезонную аренду. Вот, естественно, вот мои знакомые... А до которого числа запрещают? То есть вообще запрещают на весь сезон? До конца, нет, не до весь сезон, до конца карантина. Вот, они запрещают аренду, но я думаю, проблема в чем, что наше государство, если оно что-то запрещает, оно должно это как-то компенсировать. Скажем, я слышала, что Airbnb будет компенсировать владельцам за 25%, вот. У нас государство будет компенсировать так, вот, например, я, скажем, являюсь арендодателем сезонным, потому что дом, в котором я нахожусь, я его летом сдаю, вот, и прекрасно он сдаётся, он будет рядом с морем, вот. И я знаю, что государство сказало, что вы, когда там сезон закончится, вы нам напишите, вот мы будем сравнивать с прошлым годом, и мы вам доведем до вашего среднего заработка в пределах 4,5 минимальных зарплат. Это примерно 4,5, ну, условно там 4,5 тысячи евро, вот. Вот, то есть мне должны, там, вот, что-то выплатить в итоге, там, по итогам года. То есть у нас ещё просто не кончился сезон, но это какая-то компенсация будет. Вот, кого мне ещё жалко, это страховые компании, потому что это просто страх ужас, конечно же. Ну, понятно, что будет с ними, да, сейчас как раз тоже и в России заговорят. И я думаю, что в связи с этим им сейчас надо будет очень много чего выплачивать, и в связи с этим страховые премии, ну, в общем, я думаю, уже будут увеличиваться везде, вот. Вот, и я тебе скажу, сейчас поделюсь ещё, на самом деле, что, чего я боюсь больше всего. Я больше всего боюсь во Франции и Кипре. Вот, потому что государство... Ты делаешь программу гражданства за 2 миллиона? Нет, боже мой, этого нет. Ну, то есть у нас на самом деле есть программа гражданства, но она не за деньги, ты просто приезжаешь, живёшь, спокойно подаёшь на гражданство. Вот, я боюсь, несколько лет назад это было на Кипре, они, государство себя решило рефинансировать, взяв 10% с каждого депозитного счёта. Так вот, я боюсь чего? Я боюсь этого, потому что у нас, надо понимать, что у нас во Франции суммарные депозиты населения превышают государственный долг. Это довольно давно. И я всё время этого, из-за кризиса этого боялась. Сейчас просто у государства будет повод экстремальной такой ситуации, и они могут себе это неожиданно разрешить. Это уже раздаются голоса в экстремальных партиях, как слева, так и справа, как Меланшон, так и Марин Ле Пен, которые вообще жуткие люди и тот и тот. Вот, но уже раздаются голоса, почему бы не взять у того, у кого есть, и разделить на тех, у кого нет. И, в общем-то, уже внесён в парламент, но его ещё не приняли. Это будет касаться только счетов, у кого больше, чем 100 тысяч евро на счету. У них, возможно, если это пройдёт на голосование в Национальной Ассамблее, то вполне возможно, что у них тоже возьмут 10% на борьбу с вирусом. Взять всё да и поделить. Начали с Бродского, продолжаем, точнее уже завершаем Булгаковым. Ну и тогда всё-таки такой вопрос, он немножко, ну не то что риторический, он может быть, всё-таки твое мнение, твое ощущение. Что говорят, вот коллега из Латвии сказал, что речь может идти, там, ну там тот же Аерболтик там на несколько месяцев, всё равно, наверное, полгода сократил свою полётную программу, и на основании этого можно сделать вывод, а к чему готовиться. Вот твое ощущение, государство, когда, ну будет, начнёт вот уже восстановление такой более-менее нормальной жизни, если мы говорим о Франции. Курортный сезон, сделки, арендные отношения. Понятно, после того, как все границы откроют, люди всё равно будут несколько зажаты. Но это, я думаю, всё равно это очевидно, это можно принимать как аксиому. Но когда вот что-то произойдёт, когда какое-то движение начинается, есть ли какие-то косвенные признаки, которые позволяют сказать, это июнь, июль, май, осень? Слушай, если бы я вообще могла иметь такой хрустальный шар, чтобы это увидеть, я бы с удовольствием этим поделилась. То есть, когда я пишу прогнозы, на самом деле я только могу рассчитать что-то из той информации, исходя от которой у меня есть. Вот по недвижимости я чётко сказала, что может быть. И на самом деле, когда я пишу прогнозы, я больше всего хочу ошибиться. А тут я же не знаю, я, к сожалению, за государство не отвечаю. Я не могу это сказать, потому что нам сначала сказали неделю, потом нам сказали до 15 апреля. А теперь уже поговаривают. Вообще государство у нас хорошие психологи, потому что они сделают всё постепенно. Они сначала, возможно, они говорят, может быть, мы обсуждаем. А потом хоп, говорят, а вот мы продлили карантин до 15. Сейчас начинаются разговоры на государственном уровне, чтобы продлить его до конца мая. Вот я не знаю, мне очень хочется, чтобы мы из этой ситуации все вышли, потому что это, конечно, с одной стороны, это вроде как бы каникулы, а с другой стороны, это, в общем-то, сильно подрывает источники дохода у всех. Поэтому, исходя из того, что все национальные мероприятия, мероприятия, фестивали и всё, они практически отменены на всё лето. Вот. У нас всё, что там, у нас июльские мероприятия, то есть они нам карантин делают до 15 апреля, да, отменяют фестивали июльские, да. То есть я не знаю, чем всё кончится. Не исключено, что нам скажут, потому что правительство меняет мнение, но это даже не характеризует отсутствие информации. Например, сначала мы не хотели делать карантин. Когда Китай сидел на карантине, ну вы-то русские последние к этому пришли, а Макрон перед этим буквально там за три дня до объявления нашего карантина он официально вышел с супругой в театр и говорит, а, что там вам, французы, мы ничего не боимся, мы такие молодцы, и нам это не нужно. И типа выходи, и хотите веселитесь. Потом убрали рестораны, закрыли. Потом какие-то ограничения были постепенны. И теперь трах-бах, все сидят по норкам и с большими штрафами, не надо выходить. В общем, это... А может быть, нам скажут, как уже говорят некоторые врачи, некоторые врачи, в том числе и самый знаменитый сейчас во Франции персонаж профессор Раут, который первый рекомендовал вот этот Кларакин, который директор университетского госпиталя, вот отделения вирусологии в Марселе, который вылечил, кстати, мэра Ницца Эструзии, который заболел вирусом, и у него вылечился, у этого профессора. Он сказал, что, в общем-то, всеобщий карантин – это неэффективная мера. Так что не исключено, что нам скажут, вы знаете, мы ошиблись, и, в общем-то, не надо всем на карантин, а давайте, кто может, идите все работать, а на карантине будем держать старшее поколение. Поэтому я ничего не могу сказать. Это все может завтра поменяться. Будем готовы ко всему. Будем готовы ко всему. Дорогие друзья, Ирина Дюкор, основатель и директор компании «Имма Концепт» Франция. Вот контакты компании «Имма Концепт». Звоните, обращайтесь, будем очень рады. Офис компании есть и в Москве. Ирина, спасибо тебе огромное. Обязательно еще пообщаемся. И завтра точно так же, как и контакты, и отчет о вебинаре, возможно, наверняка даже самым бодрым и ярким сегодня. Ирина, спасибо тебе огромное. На портале «Приандру». Ир, здоровья, силы и хорошего Аркашона. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok